Это программа Израиль за неделю. На исходе каждой субботы я Борис Штерн и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Зима близко. Если бы мы жили где-нибудь в Европе или в Америке, то уже через несколько дней бы выпал снег. Дети бы достали санки и лыжи. Депутаты бы ездили на работу на коньках или санных тройках, в тулупах с ездовыми. Раскрасневшись, выходили бы у здания Кнессета и, похлопывая разгоряченных лошадей, шли бы заниматься законотворческой деятельностью. Вечерами они бы грелись у каминов, читали Андерсона своим детям и внукам и мечтали бы о теплом лете. Ничего подобного у нас не будет, к счастью. Израиль и наша сливная канализация с дождями справиться не может. Они, кстати, начались. Представьте, если грянут сибирские морозы и снега навалит, как на Аляске. Да не дай бог. Тем более, что над зданием нашего парламента опять сгустились тучи самороспуска. В контексте кошмара под названием 2020 год может оно и к лучшему, ибо большинство граждан страны мечтают только об одном. Скорее бы, это все закончилось. Ожидание проходит шумно. Из шума, как сказал один из героев великого писателя Германа Гессе, приходит хаос. Вот в этом хаосе мы и существуем. Ну а другого у нас не было, нет и, кажется, не будет никогда. Сегодня в программе «Израиль за неделю». Победы и поражения. Бенемин Нетаньягу посетил Саудовскую Аравию, но не признался в победе глобального процесса, в котором выигрывает «Израиль». МИД «Израиля» решил не откладывать вручение венительных грамот Александру Лукашенко. И проиграл. Роспуск или жизнь? КНЕСЭД готовится рассмотреть несколько законопроектов о самороспуске. Оппозиция рассчитывает на поддержку от Кахоль-Лаван и Емина. Соцопросы показывают преимущество право-религиозного блока по итогам новых досрочных выборов. Радио «Севера». Почему и о чем вещает лучшее радио для израильского слушателя? Как государство и коронавирус влияют на медиабизнес, который востребован на рынке современных СМИ. Культурное пространство. Новый проект «Белла Чао» в центре Израиля не может получить помощь от государства, но не собирается сдаваться. Чем русскоязычное культурное пространство отличается от своих предшественников и как собирается выжить в условиях посткороны? Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Зачем Израилю мир Саудовской Аравии, думаю, понятно абсолютно всем. Присоединится ли эта страна Персидского залива к соглашениям Авраама или останется сторонним наблюдателем глобального регионального процесса, пока до конца не ясно. Но тайная поездка в Ириат премьера и главы Моссада многими была расценена как победа. Или как минимум движение в правильном направлении. А вот вручение верительных грамот израильским послом в Минске лично Александру Лукашенко оценили немногие. Но большинство сходится во мнении, что это действие Израиля вряд ли плюс в карму действующему правительству и лично главе МИДа. Поездка Нетаньяу в Саудовскую Аравию до сих пор не подтверждена официально. Глава правительства комментировать опубликованные в СМИ сообщения отказался. В Ириаде явно вдохновились переменами и возможным экономическим расцветом региона в случае глобального мира. Плюс там довольно трезво оценивают перспективы противостояния с Ираном в контексте возможного потепления отношений между Тегераном и Вашингтоном. Хаоса добавило то, что ни глава Минобороны Бениганц, ни глава МИДа Габи Ашкенази не знали об этом визите и контактах между канцелярией Нетаньяу и саудитами. Оппозиция опять намекнула министром эскохоле Лаван, что их кинули. Ганцы Ашкенази пообещали симметрично ответить, но это не точно. Второй громкий эпизод недели произошел 24 ноября. Посол Израиля Алекс Гольдман Шайман в Беларуси вручил велительные грамоты лично Александру Лукашенко. Белорусская оппозиция в течение нескольких месяцев пыталась убедить Иерусалим, что данный шаг усилит позиции Лукашенко, победу которого на президентских выборах не признают Евросоюз и США, открыто называя владельца Минского дворца независимости диктатором. МИД Израиля молчал, грамоты вручили. На выхлопе ощущения совсем не те. Белорусские активисты в Израиле считают, что единственная демократия на Ближнем Востоке должна была найти выход из ситуации, что, считает глава МИДа Габи Ашкенази, никому неизвестно. Надежда на то, что он знает, где находится Беларусь и что там действительно происходит, минимальна. И если якобы поездку Биби в Саудовскую Аравию даже скептики называют еще одной победой Израиля, то историю с грамотами, послом и диктатором даже оптимисты называют серьезным проигрышем, которое так же, как шум, порождает ненужный Израилю хаос. К нам в студии присоединился советник премьер-министра, адвокат Риэль Больштейн. Риэль, добрый вечер, Шаватов. Добрый вечер. Странно оценили в Израиле вот этот якобы визит, который то ли был, то ли не был в Саудовскую Аравию. Все-таки очень многие говорят о том, что Нетаньягу должен был поставить в известности министра обороны и министра иностранных дел о том, что он отправляется в Ирлиад. Я с трудом себе представляю ситуацию, когда идет вот такого уровня нарушения протокола. Как объясняют это все, скажем, в правительстве или в окружении премьера? Мне кажется, есть возможность посмотреть на эту ситуацию двумя способами. Близорукий взгляд, который фокусируется на каких-то внешних, маловажных аспектах события. Кто с кем говорил, кто кого поставил в известность. А есть более ценный, на мой взгляд, взгляд, который показывает важность этого события. И тут нельзя не сказать, что еще несколько лет назад те же силы, которые сегодня критикуют Нетаньягу слева, говорили о том, что нельзя будет никогда заключить мир с арабами, пока мы не пойдем на компромисс, пока мы не начнем отступать, пока мы не создадим террористическое палестинское государство. И вся эта концепция рушится. И, к сожалению, этим левым силам так тяжело принять эту новую реальность, что вместо того, чтобы поаплодировать ей, они начинают искать, что именно, какой протокол был нарушен, кто с кем разговаривал, кто с кем не разговаривал. Мы забудем про это даже не через месяц, мы забудем про это через неделю, через два дня. А вот новые отношения, которые, как мы видим, строятся у нас с арабским миром, станут реальным инструментом, который укрепит Израиль. То есть в этой критике важным является не Таньягу как объект, а не действие, которое предпринял премьер-министр. Разумеется, это просто попытка выделить все неважное из картины, которая действительно важна. Кстати, не секрет, что между двумя составными частями правительства, его правым флангом и левым флангом, который представляет, в первую очередь, Кахой Лаван и два министрата воды, действительно нет никакой гармонии. Мы видим это не только на той неделе, когда совершается историческое действие. Мы видим это каждую неделю. И, наверное, это гармония или отсутствие гармонии приведут к тому, что не за горами выбора. Это, кстати, тоже не секрет. Не нужно было поездки не Таньягу, куда бы то ни было, для того, чтобы увидеть, что у нас Кахой Лаван занимается саботажем любых положительных конструктивных действий главы правительства. Но вы не исключаете возможности того, что действительно ни министр обороны, ни глава Министерства иностранных дел не знали о том, что ведутся какие-то переговоры. Я с трудом себе представляю эту ситуацию. Давайте вспомним, как заключались мирные соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, и как заключался прорыв в отношениях с Бахрейным и Суданом. Эти два человека, которых вы упомянули, два министра, также про это не знали. И узнали, когда Трамп сообщил в своем Твиттере про этот прорыв. Мне кажется, более важна здесь цель и результат, нежели путь к этой цели. Но те, кто опять же критикуют сложившуюся ситуацию, говорят о том, что Нитаньягу использует и делает это все в разрыве с министром обороны и министром иностранных дел, для того, чтобы это использовать каким-то образом для себя. Результат, который в данном случае премьер-министр добивается, послужит не ему персонально и даже не правительству. Он послужит всему Израилю. Ведь все мы хотели бы мирных отношений с арабским миром. Все мы, или, скажем так, большинство из нас верят в то, что это не означает, что мы должны откуда-то отступать, что мы должны отказываться от исторической земли Израиля. И именно к этой цели Нитаньягу ведет. Если у него получится, я надеюсь, что у него получится с дополнительными арабскими государствами договориться о нормализации, и если у него получится еще и привлечь этот арабский мир к борьбе с общей иранской угрозой, то, по-моему, ему стоит поаплодировать. И не важно, кто поддерживает его политически, кто не поддерживает. Политика ведь приходящая. А если получится добиться этого феноменального, на мой взгляд, изменения отношений с арабским миром, то это благо всего народа Израиля на века. И, кстати, не только народа Израиля. Это и для мира хорошо. Вы не боитесь, что следующим шагом, там, скажем, после выборов, начнется история с истребителями F-35 для эмиратов, а, соответственно, договор с эмиратами и Бахрейном отойдет на какой-то 23-й план? Будет подписан договор с Саудовской Аравией, и, опять же, оппозиция, поскольку, скорее всего, правительство после новых выборов будет право религиозным, да, то есть выглядеть примерно так же, как оно выглядит сейчас. За исключением Кахой-Лаваны, будет более гармоничным. Возможно. Найдут еще какие-нибудь вещи для того, чтобы все это каким-то образом понизить? Оппозиция действительно, в данном случае, оппозиция слева, ведет себя крайне, крайне безответственно. Ведь по существу они не могут утверждать, что для Израиля мир с арабскими странами – это плохо. Поэтому они пытаются найти какие-то недостатки во внешних атрибутах, не в содержании. Если бы, кстати, мирные соглашения зависели от каких-то американских поставок оружия Объединенным Арабским Эмиратом, то бы мы не увидели реального потепления отношений с эмиратами в последние два месяца. Они бы добились только своего поставок самолетов, но не пытались бы развить с нами экономические отношения, не пытались бы добиться с Израилем, например, безвизовых отношений, которые вот на этой неделе были заключены. И множество других положительных сдвигов экономических и других, которые Израиль добивается, мы бы их просто не видели, если бы арабскую сторону интересовали бы только поставки самолетов. То есть существует версия, при которой сначала шли переговоры между Соединенными Штатами и Эмиратами о поставках F-35, а затем появилась идея объединения или договора с Израилем. Это не так. Контакты Израиля, попытки со стороны премьер-министра Израиля добиться сдвига в отношениях с умеренными арабскими государствами продолжались почти 10 лет. Они были, естественно, в тайне, и хорошо, что они были в тайне. Результат, как видите, оправдал то, что они сохранялись тогда в секрете. То, что параллельно в последние месяцы или год арабские страны пытаются добиться, или пытались, по крайней мере, добиться от Трампа поставок тех или иных вооружений, а он усмотрел в этом дополнительный способ поправить экономическую ситуацию в Соединенных Штатах, это совсем-совсем новое развитие событий. Они не связаны друг с другом. Американские президенты, как мы видим, меняются время от времени. Израильские интересы не меняются. Наш интерес — это то, что нам принадлежит оставить за собой Иерусалим, Иудею-Самарию и голландские высоты, и при этом улучшать отношения с арабским миром, не отказываясь от того, что принадлежит нам по праву. Ну, я согласен, на самом деле, наверное, что ситуация Саудовской Аравии, региональная, да, это большой плюс в карму государству Израиль. С другой стороны, на этой неделе был минус в карму государству Израиль. Ситуация связана с Белоруссией, вручение введительных грамот послом государства Израиль, лично Александру Лукашенко, которого ЕС и американцы считают диктатором и незаконно занимающим свой пост человеком. Можно ли было этого избежать? То есть это признак того, что министр иностранных дел не понимает ситуации с такой позицией, как репутационные риски. Как можно вообще объяснить шаг, который в Белоруссии официальные власти расценили как легитимацию Лукашенко? Давайте разберем эту ситуацию со всех сторон. Во-первых, моя личная позиция к тому, что происходит в Белоруссии, без всякой связи с Израилем. Мы ведь маленький винтик в этой ситуации, абсолютно неважный. Там реально народ борется против попытки узурпировать власть. Всем, по-моему, понятно, что выборы, которые там прошли, абсолютно не были отражены в официальных результатах. Это понятно, и я думаю, что все наши зрители тоже понимают, с какой стороны или на чьей стороне мои личные симпатии. С другой стороны, то, что Израиль пытается обвинить в том, что он якобы легитимизирует власть Лукашенко, это полная глупость. То есть это протокольное мероприятие, которое не влияет, но восприняется совершенно иначе. Я скажу больше. Верительные грамоты всегда вручаются представителю местной власти. Это не означает, что мы даем, что называется, легитимацию или мандат тому, что тот, кто представляет себя избранным президентом, действительно был демократически избран. Это не так. Кстати, вместе с израильским послом там стоял, например, посол Японии, демократического государства, которое тоже уважает демократические принципы. Это означает, что Япония считает, что Лукашенко был избран легитимно? Абсолютно нет. Просто израильский посол, как посол любого другого государства, не может считаться исполняющим свои обязанности, пока он формально не проходит эту процедуру. Формально можно было избежать этой ситуации? Ашкеназий вообще, на ваш взгляд, возможно, вы общаетесь каким-то образом, но Ашкеназий понимает, что мы получили вред намного больше, чем пользу. В официальном ответе МИДа говорится о том, что это было сделано для того, чтобы поддерживать стратегические некие контакты и отношения, но не с Белоруссией, как минимум, с общинами, которые там находятся. Знаете, мне кажется, что Ашкеназий действительно еще часто во многих ситуациях не очень понимает специфику Министерства иностранных дел, во главе которого он довольно-таки случайно оказался. Но я здесь не хотел бы на него возлагать ответственность за тот или иной шаг. Я хочу сказать о другом. Нельзя воспринимать израильского посла в Белоруссии, как своего рода, знаете, посла при дворе Лукашенко, как было сотни лет назад. Нет. Это посол в государстве Белоруссии. Он не признание личных достижений того или иного белорусского политика или его права на управление. Он посол, который наша связь со всем белорусским обществом, в том числе и с оппозицией, которая сегодня борется за демократию там. Он наша связь с экономическими игроками на белорусском рынке. Он наша связь с белорусским обществом в целом. Он наша связь с еврейской общиной. Я не считаю, что правильно с точки зрения Израиля обрубать контакт со всей страной. Ведь Беларусь продолжит развиваться. И после того, как она забудет такого человека по фамилии Лукашенко. Не знаю, когда это произойдет. Но нам важны отношения с Беларусью. В том числе, кстати, и с теми смелыми людьми, которые там выходят на площади. И поэтому я считаю, что важно для Израиля поддерживать отношения с этой страной. Между понятием Беларусь и Лукашенко нельзя ставить знак равенства. И наоборот, тот, кто считает, что этот знак равенства существует и что нужно сегодня Беларусь игнорировать, это фактически человек, который льет воду на мельницу Лукашенко. Ариэль Бульштейн, спасибо большое за участие в программе. Ваш комментарий. Шава Атов. Хорошей вам недели. Спасибо. Хорошей недели. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Роспуск или жизнь? Кнесет готовится рассмотреть несколько законопроектов о самороспуске. Оппозиция рассчитывает на поддержку от Кахоль-Лаван и Емина. Соцопросы показывают преимущество право-религиозного блока по итогам новых досрочных выборов. Радио Севера. Почему и о чем вещает лучшее радио для израильского слушателя? Как государство и коронавирус влияют на медиабизнес, который востребован на рынке современных СМИ? Культурное пространство. Новый проект «Белла Чао» в центре Израиля не может получить помощь от государства, но не собирается сдаваться. Чем русскоязычное культурное пространство отличается от своих предшественников и как собирается выжить в условиях посткороны? Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Хаос с политической точки зрения, в котором пребывает наше благословенное государство, конечно же, можно и нужно упорядочить. Во-первых, для того, чтобы работать. Во-вторых, для того, чтобы считать. Коалиции и оппозиция активно пытаются этим заниматься. Получается или не всегда, или не очень. Если в начале недели канцелярия премьеров Нетаньягу и Ганса сообщили о том, что достигнут очередной компромисс по очередным разногласиям, то ближе к середине недели было понятно, что компромисса просто очень хотелось, а разногласия таки остались. Затем глава оппозиции Ейерлапид заявил, что закон о самороспуске Кнессета рассмотрит опять Кнессет, но уже на следующей неделе. И о том, что Нафтали Беннет и Бенни Ганс его должны поддержать. А затем началась веерная публикация соцопросов. И тут опять произошли неожиданности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проведен по заказу Государственной вещательной корпорации КАН. В случае, если бы выборы состоялись на прошедшей неделе, во вторник Ликут набрал бы 31 мандат. На втором месте был бы блок Емина. 21 мандат в Кнести. Фракция Ешатид Телем имела бы 17 мест в парламенте. Объединен на арабский список 11. Кахоль, Лаван, НДИ и ШАС получили бы по 9 мандатов. За ними следует еврейство Торы, 7 и партия МЭРЭЦ 6 мест в Кнессете. То есть абстрактный право-религиозный блок в очередной раз легко формируют коалицию, в отличие от право-лево- и среднецентристов. К нам в студии присоединился Андрей Кожин, депутат Кнести от блока Ешатид Телем. Андрей Шаватов, добрый вечер. Добрый вечер, Борис. Вы знаете, глядя на опросы, которые были опубликованы на этой неделе, я уверен, конечно, что вы скажете, что не стоит ориентироваться на эти опросы, но мы получаем картину, при которой право-религиозный блок, в том случае, если партия Емина к нему примыкает, получает 68 мандатов, а лево-центристский или, скажем, центристский блок на основе Ешатид Телем получает всего 53 мандата. Это опрос, который был опубликован по исследованию по заказу корпорации КАН. Есть и другие опросы. Есть и другие опросы, картина примерно та же. Нет, картина есть. Один из опросов показывает, что при определенной консталляции мы можем набрать 61 на ЭГО, 61 мандат. При сочетании нескольких условий Емина, Ешатид Телем, Исраиль Байтейну, Наш Дом Израиль и остатки Кахоль Лаван. Мы набираем 61. Это один из других опросов. В том случае, если Кахоль Лаван распадается. Нет, нет, не если он распадается, если Кахоль Лаван остается в том же составе, в котором и сейчас. Но опять-таки, все эти опросы не имеют никакого смысла сейчас. Потому что мы не знаем, когда дата выборов, мы не знаем, какие будут новые игроки. Мы думаем, что выборы могут произойти и на ближайшей неделе, и через месяц, и через два месяца, и через три месяца. То есть, как минимум, правительство может развалиться. Сейчас трудно оценить ситуацию, но мы, по крайней мере, на будущей неделе, мы подаем законопроект о самораспуске Кнесета и предполагаем, надеемся на то, что Кахоль Лаван проголосует вместе с нами, вместе со всей оппозицией. Потому что это правительство не функционирует, функционировать не может. И лучше... Проблема все-таки в чем заключается? Проблема заключается, с вашей точки зрения, в личности премьер-министра, либо в том, что премьер-министр и сменный премьер-министр не могут договориться между собой и по-разному видят те или иные государственные решения и шаги? В первую очередь, правительство не функционирует так, как оно должно функционировать. Министры и действующий премьер, и сменный премьер, как то самое сменное колесо, они не могут договориться ни о чем, они не в состоянии провести ни один законопроект, ни коалиции, ни оппозиции, только правительственные, и то не всегда. Сам факт того, что комиссия, министерская комиссия по законодательству не собирается уже месяца 4, по-моему, говорит о многом. Это говорит о том, что работа КНЕСТа полностью парализована, потому что вы не можете проводить законы, серьезным образом разрабатывать и проводить законы, если не собирается министерская комиссия. А почему вы не можете этого делать? Потому что если эти законы не обсуждаются на министерской комиссии, то коалиция и правительство автоматически голосуют против. Поэтому любой законопроект, который поднимается без обсуждения на этой комиссии, большинством голосов коалиции его проваливают. Второе, мы видим, что все подчинено личным интересам Нетаньяла. Личным интересам. У него начинается опять-таки суд, этап доказательств в суде, который сейчас был отложен на февраль. Мы видим всю эту историю с поездками международными. Вот сейчас была по публикациям поездка в Саудовскую Аравию, о которой абсолютно никто не знал, включая министра обороны и министра иностранных дел. Речь идет о неком протокольном нарушении, либо речь идет о том, что это демонстрация того, что ничего не происходит и не будет происходить так, как он должен. Это принципиальная вещь. Все подчинено интересам одного человека. Бениамин Таняло заинтересован сейчас показать, что он наилучший стратег в истории государства Израиль. Он приносит нам мир. И он это делает сам, не включая всю государственную систему. Этого не происходит, во-первых, потому что государственная система, во-первых, работает. Так или иначе. С другой стороны, послушайте, если действительно, правда, я не знаю, что премьер-министр летал в Саудовскую Аравию, Саудовская Аравия до сих пор считается вражденным нам государством. При полете в любое другое государство, даже на полдня, во-первых, премьер-министр оставляет исполняющего обязанности, во-вторых, армия готовится, в-третьих, служба безопасности готовится. Представим себе ситуацию, премьер-министр летит в Саудовскую Аравию, никто об этом не знает. Об этом не знает ни армия, не разведка, а не министерство обороны. Что-то происходит с тем частным самолетом, в котором он летит, и у них есть вынужденная посадка в пустыне Саудовской Аравии. Кто его будет оттуда вытаскивать? Для этого есть специальный протокол, когда министр, премьер-министр, неважно какой, летит в другую страну. Это все работает совсем по-другому. Но по легенде, как минимум, глава МОСАДА летал вместе с премьер-министром. Глава МОСАДА может поднять эскадрилью самолетов и эскадрилью вертолетов для того, чтобы провести провести операцию по спасению. Послушайте, в конечном итоге то, что сейчас демонстрирует премьер-министр, то, что называется в кавычках «гребет все под себя». Вакцины – это лично он, хотя мы точно не имеем никакой информации ни о чем. А экономика у нас страдает. Бюджет не проводится исключительно по личным интересам господина Нитанияу. Он затягивает этот бюджет, хотя все государство уже кровоточит экономически без этого бюджета. Но возвращаясь к саудовской теме, вы уверены, что ни ГАНС, ни Ашкенази об этом ничего не знали? Абсолютно. Но как это может быть в том случае, если это некая большая стратегия государства и Нитанияу все-таки не так часто повторяет слово «я выступаю»? ГАНС и Ашкенази не знали, что Нитанияу подписывает мирные договора или договора нормализации с Бахрейном и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Они не участвовали в его поездке в США. То есть они не являются той частью игры, где можно на что-то повлиять. Вы понимаете, в государстве, в котором премьер-министр или президент, опять-таки, не важно, давайте отличимся от личности, не ставит в известность министра обороны и министра иностранных дел, это говорит о многом. Но возьмите себе, не знаю, для примера президента Америки, который куда-то летит, и его министр обороны абсолютно об этом не знает. Так государство функционировать не может. Это не государство одного человека. Это не система, при которой государство, это я, все остальные можете мне только поклониться. Это не так. Хорошо, абстрагируясь от ситуации, летал-не летал, все-таки перспективы заключения соглашений Саудовской Аравии, это с точки зрения оппозиции, хорошо, или это то, что опять же можно подвергать сомнению? Нет, любая общность интересов, у нас есть общий враг, ставьте сейчас политику, да, внутриизраильскую. Есть общий враг, общий враг, как-то Иран. И оценки Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, того же Бахрейна по поводу отрицательного влияния Ирана в регионе не сильно отличаются от израильских оценок. От израильских оценок. Поэтому у вас есть общность интересов. Вопрос, как эту общность интересов притворить после этого в жизнь. Это действительно государственный интерес. Но если этот государственный интерес подчиняют внутриполитическим интересам конкретного премьер-министра, который находится сейчас под судом, и все это координируется с тем, что... Почему была вот эта публикация о поездке по полете в Саудовскую Аравию? Потому что в тот же день Бенни Ганс объявил о создании комиссии по расследованию о подлодках внутри Министерства обороны. Послушайте, здесь все подчинено внутриполитической повестке. Премьер-министр находится под судом и его самый большой интерес это либо этот суд отложить, либо этот суд отменить. Но, по крайней мере, мы точно знаем, государство в ситуации, в которой премьер-министр находится под судом функционировать не может и власть не может функционировать. Ситуация, безусловно, уникальная. Я думаю, что станет еще более уникальной, если Нитаньяку получит Нобелевскую премию. Впервые будут судить Нобелевского лауреата, если я не ошибаюсь. Возвращаясь к внутренней ситуации, что все-таки тогда у нас хорошо или правильно, или так, как должно быть с точки зрения Ешатит Телем? С нашей точки зрения у нас ничего нехорошо и неправильно. С точки зрения борьбы с пандемией, с коронавирусом мы видим исключительно конкретное решение этих проблем. Мы видим, что решения не принимаются либо принимаются поздно и принимаются не в той мере, в которой они должны приниматься. Они принимаются под давлением различных групп интересов. А все, что касается тех же вакцин, опять посмотрите, у нас был один договор, потом мы побежали заключать, как только компания Pfizer объявила о своих результатах, побежали ночью с помощью переличных переговоров премьер-министра. Опять было представлено как личное достижение премьер-министра. Заключать следующий договор. Именно так это и было представлено. Из-за ночных переговоров лично премьер-министра с генеральным директором Pfizer. Ну, разница по времени просто есть еще. В США другое очень время. Суть не в этом. Суть в том, как вы это представляете. Была решена эта проблема, потом AstraZeneca и так далее. Сейчас появляется публикация, которую уже, правда, министр здравоохранения опроверг, но тем не менее, сам по себе факт публикации, что Израиль из-за внешнеполитических интересов готов закупить российскую вакцину, но пользоваться ей не будет. Это тоже была публикация. Министр здравоохранения эту публикацию пока опроверг. Он сказал, что мы не будем закупать ничего, что не будет использоваться, но тем не менее, публикация была. Теперь, что касается экономики, посмотрите, что происходит. У нас еще даже не начался кризис, на самом деле. У нас не начался экономический кризис. По оценкам Банка Израиля. Ну и сейчас будет третий локдаун, и после этого мы будем уже Это даже не вопрос третьего локдауна, это вопрос миллиона безработных, которые сейчас не смогут вернуть суды на жилье, которое они взяли. По оценкам Банка Израиля, из-за того, что мы неправильно управляем кризисом, мы неправильно даем людям пособие по безработице, в течение ближайших двух месяцев может наступить кризис в этой банковской системе. Треть людей, взявших суды на жилье, не смогут вернуть эти деньги. Представьте, какой пойдет снежный ком. Это будет как кризис саб-праймов США в свое время. Мы себе даже не представляем, к чему мы идем. Но, по крайней мере, сейчас мы идем к следующей неделе, и когда в среду пройдут голосования за самороспуск Кнессета, если это голосование не пройдет, если в последнюю минуту Нитаньягу и Ганс опять о чем-то договорятся, какова будет стратегия? До этого в понедельник есть еще опять конструктивный недоверие, которое мы также будем представлять Кнессету и в среду тот самый закон, о котором я говорил о самороспуске. Если Ганс вновь и Кахуль Ваван не голосуют с нами, это лишь показывает, что они готовы ползти в этом правительстве, когда их кормят обещаниями постоянно ползти и дальше, и дальше не функционировать, и дальше не предпринимать никаких усилий, не делать ничего, лишь находиться вот в этом тупике постоянном, где ничего нельзя продвинуть и ничего нельзя сделать. Андрей Кожинов, спасибо за участие в программе, ваш комментарий, и я все-таки надеюсь, что что-то изменится к лучшему в нашей стране, ну и на следующей неделе, но до конца 2020 года как минимум. Всего хорошего, Шаватов. Спасибо вам. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Главным итогом уходящего года катастроф и хаоса в хорошем смысле стало медийное событие. В 2020-м в Израиле появилась новая русскоязычная радиостанция. Лучшее радио. Его открытие и вещание, безусловно, это прецедент. За 30 лет с момента Большой Алии государство решилось подарить русскоязычным гражданам в Израиле 4 больших русскоязычных СМИ. Радио РЭКО это государственная радиостанция, 9-й телеканал, первое радио, русскоязычная ФМ-станция вещает в центре и на юге и после большого перерыва новая радиостанция с зоной вещания немного в центре и на севере Израиля. С нами в прямом эфире Цви Зильбер, программный директор и главный редактор лучшего радио. Цви, добрый вечер, Шавуатов. Добрый вечер, Борис Шавуатов. Уже скоро год, как вещает лучшее радио. Ваше открытие это определенное событие 2020 года. Как настроение в эфире? Что пришлось поменять? Что вы смогли сделать так, как задумывали изначально? Я сразу скажу, что очень нелегко создавать новую радиостанцию на пустом месте во время эпидемии коронавируса, потому что существует целый ряд ограничений, существует целый ряд проблем, связанных с тем, что многие рекламодатели не хотят рекламироваться из-за того, что на рынке полная неопределенность, но тем не менее мы продвигаемся, потому что это проект, в который были инвестированы очень большие средства, это всерьез и надолго. И вот сейчас мы находимся в нашей видеостудии, с которой мы будем делать самые разные проекты для Ютуба, для социальных сетей, а также у нас есть целый ряд замыслов, в том числе по сотрудничеству с Израильским Девятым каналом, возможно и с другими средствами массовой информации. Мы вещание по ФМ ведем с севера, из Бейткешета, из Кибуца Бейткешет, а видеостудия предназначена для самых разных проектов, и вы можете видеть, что здесь все оборудовано по самому последнему слову техники. Конечно, главный фактор это реклама, потому что радиостанция живет только за счет рекламы, и здесь нам приходится сегодня затянуть пояса, я думаю, что как и всем бизнесам в Израиле, экономить ресурсы, конечно, но тем не менее мы стараемся по мере возможности выпускать максимально качественный контент, я надеюсь, что нашим слушателям он нравится. Значит, коронавирус повлиял на все? Да, безусловно, коронавирус повлиял на все, даже вот когда вводились локдауны, на дорогах становилось пусто, не было машин, и мы это ощущали, потому что основная часть нашей слушательской аудитории это люди, которые за рулем, которые едут утром на работу, потом возвращаются с работы, которые стоят в пробках, а пробок не было, вообще дороги были полупустые, и был такой период, когда у нас было ощущение, что нас никто не слушает. Ну, сегодня все поменялось, сегодня нас очень много слушают, и присылают нам сообщения на WhatsApp Messenger, у нас около четырех тысяч оригинальных только пользователей, ну, не пользователей, а как бы адресатов на WhatsApp Messenger, которые нам время от времени пишут, и мы получаем реакции, мы видим в социальных сетях, что слушательская аудитория постоянно растет, и в этом смысле мы довольны, и я надеюсь, что дальше мы будем продвигаться только вперед. Существует определенный стереотип, что государство к локальным СМИ, а особенно к русскоязычным СМИ, относится, ну, не слишком благосклонно. Действительно есть вот эта предвзятость? Как складываются ваши отношения с государством? Ну, государство влияет на нас минимально, поскольку мы частная радиостанция, и в общем-то мы независим от государства материально, это самое главное. Но есть регуляция, которая очень консервативная, к сожалению. Все эти правила принимались в основном 25 лет назад, в середине 90-х годов. С той поры все поменялось, и на мой взгляд такая регуляция, такая жесткая регуляция совершенно не оправдана. И, конечно же, сегодня, когда мы живем в период интернета, ты можешь вещать из любой точки земного шара в любую другую точку земного шара, и никто тебе не может в этом помешать. И наша консервативная регуляция, которую постоянно объясняют тем, что не хватает FM-частот, и что это может помешать полетам в аэропорту Бен-Гуриона, ну, я не знаю, сегодня, на мой взгляд, это уже не выдерживает никакой критики. Тем не менее, мы вынуждены жить по этим законам, по этой регуляции. Именно поэтому мы сегодня придерживаемся такой концепции мультимедийности, и помимо вещания на FM, мы еще поднимаем целый ряд проектов, в частности, наша видеостудия, которая создана специально для видеопроектов, для видеосъемок, для трансляции стримов в Ютубе, в Фейсбуке, может быть, по каким-то телеканалам. То есть, это тот самый выход. А что тогда, с точки зрения слушателя, оказалось, более востребовано? Развлекательный контент, политический контент? Что понравилось слушателю на лучшем радио вот за этот первый период? Ну, слушателей у нас много, слушатели все разные, поэтому мы стараемся, я как программный директор и главный редактор, стараюсь выдержать, в общем-то, здесь некое равновесие между музыкально-развлекательным контентом и актуальным контентом, потому что человек, который едет за рулем, прежде всего, ему нужна хорошая музыка для настроения и новости, потому что все хотят быть в курсе дела, у нас в любой момент что-то может произойти, страна у нас интересная, вот, и прежде всего, конечно, мы строим наши вещания на музыке и новостях, но у нас есть целый ряд очень интересных программ, у нас есть программа, которую ведет Лера Голицына, полемическая, где мы спорим с радиослушателями на самые разные актуальные темы, у нас есть шикарная утренняя программа с 7 до 9 утра, у нас каждое утро обзор газет, у нас есть научная программа, у нас есть полуденный журнал актуальных событий для жителей Севера, и еженедельный хит-парад, наши чарты, голосование по которым происходит на нашем сайте, то есть востребован самый-самый разный контент. Политическая составляющая этого контента, насколько она серьезна? Все же СМИ в Израиле, они политизированы? Мы стараемся быть как можно меньше политизированными, и в принципе у нас есть актуальный дневник с 2 до 3 часов, у нас есть обзор газет, и на этом наш политический контент, наши программы, в которой мы занимаемся политикой, собственно на этом все. И еще есть раз в неделю у нас программа, которая называется «Геополитика». Актуальные темы это не обязательно политика, актуальные темы это может быть все что угодно. Это может быть и спорт, у нас есть еженедельная спортивная программа, это могут быть и новости науки, у нас есть раз в неделю научная программа и так далее. То есть я не могу сказать, что контент, который не политический, он не актуальный. У нас весь контент актуальный. Я хотел еще рассказать про наш новый проект, который выходит уже последний месяц. Это программа из цикла «Радиомосты». Мы обмениваемся контентом с радиостанцией Уцноби в Дбилиси, грузинской радиостанции. Они делают для нас программу на русском языке, которая называется «Тетя Нина из Тбилиси». Это программа, которая рассказывает все самое интересное о Грузии. Не политика, конечно, там политики практически нет. История, кухня, культура, музыка и все остальное, что происходит в этой замечательной интересной стране. Там много прекрасной грузинской музыки. А мы в ответ сейчас планируем делать для них специально программу об Израиле, которая будет выходить на грузинском языке и будет транслироваться на радио ЦНОБе. Вот такой интересный проект. Возможно, в будущем мы будем задействовать и другие радиостанции в других дружественных нам странах. Так что я всем очень рекомендую послушать эту программу. И все же оставаясь в контексте политики, у вас лично есть большой опыт в журналистике. В Израиле активно обсуждают, и мы в том числе в наших эфирах обсуждаем ситуацию с выборами. На ваш взгляд, будут выборы, не будут? Как вы думаете, как будет дальше все развиваться и когда закончится вот этот наш политико-коронавирусный кризис? Две части. Мой ответ будет состоять из двух частей, скажем так. По поводу эпидемии коронавируса. Судя по всему, мы сейчас входим уже в финальный этап. Виден уже свет в конце туннеля. во-первых, потому что готовы вакцины, уже две вакцины готовы. Во-вторых, потому что есть уже лекарство, которое первое лекарство в Америке прошло официальное лицензирование FDA. Это лекарство, которое аналогом этого лекарства вылечили Дональда Трампа, которое позволяет на самой первой стадии человека вылечить. есть экспресс-тесты, которые позволяют очень короткое время протестировать большое количество людей. Все эти средства в совокупности приведут к тому, что в течение ближайших месяцев мы победим эту пандемию и из нее выйдем. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса по поводу политической ситуации в Израиле. Знаете, я очень осторожен в своих прогнозах, потому что в 2018 году, когда прошли выборы, и мы еще не могли себе представить ситуацию, что мы в Израиле пойдем на досрочные выборы три раза подряд. Я был уверен до самой последней минуты, в том числе и в нескольких интервью я сказал, что нет, не волнуйтесь, будет правительственная коалиция. Я до последней минуты был уверен, что сейчас Нетаньяо и Либерман выйдут на сцену и скажут, да, мы договорились и правительство есть. Но все мои прогнозы не оправдались. Поэтому я сейчас буду очень осторожен в этих прогнозах. Судя по всему, нас ждут еще одни внеочередные выборы. Когда это произойдет, я думаю, что это зависит от главы правительства Бениамина Нетаньяо, который, в общем-то, является политическим виртуозом. И, конечно же, он сможет так подгадать, чтобы эти выборы произошли в тот момент, когда они будут максимально выгодны. Остается год до ротации, когда по коалиционному соглашению глава правительства и альтернативный глава правительства должны будут поменяться местами. В Израиле мало кто верит, что это произойдет. Так что, скорее всего, в течение ближайшего года мы снова выйдем на досрочные выборы. ЦВИ, я уверен, что все это не повлияет на популярность вашей станции, а мы справимся со всем и с выборами, и с коронавирусом. Спасибо за участие в программе. Шавау Ато, в хорошей вам неделе и до встречи. Спасибо. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Вы смотрите программу «Израиль за неделю» и о культуре в контексте хаоса. Представьте, у вас есть мечта открыть клуб, даже не клуб, а настоящее культурное пространство в историческом здании, например, в Ришон-Лицоне. И вот вы находите это помещение, его еще Ротшильд построил, в перерыве между захватом мира, потом вкладываете деньги, платите аренду и налоги, открываетесь, и тут начинается кошмар. Мир вокруг рушится, и медленно накрываясь маской и большим кризисом приходит он, коронавирус. Я бы, вероятно, расстроился, а вот организаторы проекта «Белла Чао», который живет в Ришине в старинном здании того самого Ротшильда, даже не собираются этого делать. Вероятно, это первый и единственный клуб в стране, который уже сегодня продает билеты на будущие концерты, создав специальную уникальную систему «Хэт Старт». Ведь когда-нибудь этот коронахаос закончится? Окей, подробности узнаем прямо сейчас. С нами в прямом эфире арт-директор культурного пространства «Белла Чао» Милана Ханукаев. Милана, добрый вечер, Шаву Атов. Добрый вечер, Борис. Что происходит сейчас с вашим проектом, с клубом «Белла Чао»? Я, насколько понимаю, вы не можете получить никаких компенсаций или помощи от государства, несмотря на то, что большинство ваших коллег израильских клубов, баров, ее получают или уже получили. Что происходит конкретно у вас? Дело в том, что нам пришлось открыться, опять же, на страх и риск в июне месяце. Мы отработали до сентября где-то три месяца, опять же, со всеми ограничениями. Но до этого мы вложились, мы в ноябре 2019 года арендовали это место и вложили очень много и в ремонт, и в реставрацию, и в дизайн, и вообще в характер этого места. А что значит характер? Очень модное слово, концепция клуба. Какая концепция у Белла Чао? Ну, изначально у Белла Чао была концепция создать площадку, пространство для культуры, для музыкантов, чтобы люди сюда приезжали и получали именно культуру, то есть, а потом уже как бар и все остальное. Насколько концепция культурного пространства, такого пространства, оказалась необходима и востребована? Ну, за тот период, в котором мы работали, мы почувствовали это, почувствовали, что люди немножко обголодали с культурой, люди приезжали к нам из севера, из юга, даже из Тель-Авива, приезжали и говорили, что сама концепция этого места очень интересная, немножко похожа на европейский стиль, некоторые даже говорили, что прям как в Нью-Йорке, там, джаз-клубы и так далее, и нам это очень нравится, мы поняли, что в принципе мы попали в точку. Ну, в общем, это довольно рискованное дело, наверное, многие сказали, когда вы открывались, что пока есть коронавирус, может, не стоит этого делать, но вы все равно решили это сделать, почему? Да, ну, да, были многие, во-первых, которые говорили, как это вы рискнули и как вообще вы будете продолжать, а если будет еще один карантин и так далее, многие задавали этот вопрос, но, во-первых, нам уже пришлось открыться, так как мы уже стали платить за аренду с декабря, и нам, на наш, на страх и риск пришлось уже открыться, как бы, уже со всеми ограничениями, но надо было работать. С чем можно сравнить эту вот жизнь в коронавирусном карантине? По вашим ощущениям, что это такое для вас лично? Для меня лично это катастрофа, потому что она бьет, я уже не говорю просто о рабочих местах и о семьях, но она очень дала большой удар по культуре, и я это вижу, потому что я очень связана с музыкантами, и я с ними общаюсь чуть не каждый день, и я вижу, куда это их завело, то есть в какую депрессию это их ввело, и я не знаю даже, какое будущее может у этого стать, у этого быть. А что происходит у вас? Очень многие проекты ушли в онлайн. Да, на сегодняшний день мы тоже делаем проект онлайн, который называется «Бала Чао, это мы». В этом проекте в принципе мы даем площадку, предоставляем площадку музыкантам, которые давно не выступали, им нужны вот эти аплодисменты, им нужны вот эти зрители, может быть, они и через гаджеты, и телефоны, но это все равно это какая-то поддержка, нам в самом начале как бы нужно сначала их поддержать, потому что изначально это было для этого построено. Но сложно же делать концерт, когда на сцене играют музыканты, а в зале вот пусто абсолютно, есть здесь какого-то диссонанса, или все же возникает ощущение полноценного правильного концерта? Нет, правильного концерта не очень, потому что все-таки нет аплодисментов, нет глаз, нет улыбок, но мы пытаемся через лайвы, через нашу страницу в фейсбуке все-таки сделать какую-то интеракцию с людьми, иногда люди даже заказывают песни, там, те, которые видят онлайн, и мы объявляем музыканту, чтобы он это как бы для них сейчас сыграл и спел. Есть какое-то решение всему этому кризису и продолжение жизнь после короны или жизнь с короной дальше? Ну, я думаю, что если откроют бары, то, наверное, будет какой-то формат, какая-то система, по которой нам придется работать, может быть, мы будем делать концерты по сеансам, то есть, если там нужно будет 20 человек внутри, так, первые 20 человек, первый концерт, потом еще, то есть, как кино, в принципе, вот так, ну, хотя бы так. Где можно смотреть ваши онлайны и что будет на следующей, например, неделе? Может быть, вы знаете, какие израильские музыканты придут к вам? Наши онлайны можно смотреть регулярно, мы стараемся делать это регулярно, со среды до пятницы, иногда даже два концерта за вечер, на нашей странице в фейсбуке Белла Чао, можно написать на английском Белла Чао. насчет следующих концертов, так как, опять же, корона, нельзя все как бы предугадать, поэтому мы закрываем концерты чуть не два-три дня до события. Милана, спасибо за участие в программе, уверен, что Белла Чао выживет, несмотря на все трудности, хорошей вам недели и до встречи. Спасибо, Борис, до свидания. Это все о хаосе на сегодня, о том, как мы проживем следующие семь дней, мы расскажем вам в нашей следующей программе «Израиль за неделю» на канале РТВА. Шавуатов, хорошей всем недели, удачи нам всем здоровья и до встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова